Долго стоит скульптурка. Казачьи. Давайте заедем в Казачьи. Далеко мы не поедем. Но до тех домиков доедем. Казачьи. В Украинку мы заезжали. Зима была. А мороз. И мы зашли в эту теплицу. Не совсем зима. Не совсем зима. Но все равно холодно было. А там теплица. Сна была. Зимой мы всем рекомендуем. Там вас не запустят. Надо будет заплатить. В Казачьи. Смотрите. Тут уже ребенки. И теленки. Смотрите сколько ребенков. Вот еще один маленький стоит. Ты какая маленькая. В Казачьи. В Казачьи. Мы рекомендуем. Если в морозы. Минус 40. На контрасте. Обязательно в эту теплицу можно зайти. У него там сейчас производство. У него. Я не знаю кто там хозяин. Может она или он. Производство лимонов. На высшем уровне. Потому что лимоны были огромные. Помнишь на так. Да. А это я так понимаю. Зернохранилище огромное. Или это. Ну я думаю скорее всего да. Ну и вот оно Казачье. Все хорошо. Единственное просто. Оно в противоположной стороне от РДШ. Как бы конечно если бы. К речке бы поближе. Соответственно ценность. Земли мне кажется. Сильно увеличивается. Идюков. Скоро много. Маленьких. Первая жизнь ребята я в Казачьем. Честно честно вам говорю. Сколько раз тоже ездил. Сейчас только. 50 лет. Начал обращать внимание. Название. Деревинь. Риг. Это наверное старость такая. Интересно с той стороны мы выйдем или не выйдем. Каташа. Что тебе интуиция подсказывает? Не знаю. Возможно. Да. Но тут похоже что речки нет. Ну я думаю это речка о которой я тебе говорил. Уланка. Ага. Северный. Северный. Скорее всего она где-то там протекает. Слушайте. Большой Казачий. Ничего себе. В жизни никогда не подумал что в той красе. Северный. Северный. Такая огромная. Или слушайте. По моему сюда когда-то приезжал однажды. Я думал. А что если купить сельхозпродукцию. Когда совсем я больной был на голову. А что если купить сельхозпродукции прямо на корню. А не на овковке. Которая на знаете. Овковка есть там. Сельхозпродукция. Так вот, товарищи, оказалось, что легче купить на оптовке, чем на корню. Когда я сюда пришел, спрашивал, что какие-то корнеплоды там, морковь, картофель, свекла, наверное. Получалось, что здесь, здесь, по-моему, какие-то корейцы выращивали что-то, я не помню. Ну, вот это все, что я перечислил. И, в общем, здесь получалось дороже, чем на оптовке. Вы можете себе представить, потому что, например, картофель точно привозили почему-то с Балладара. И он почему-то оказывался дешевле, чем... Ну, или почти та цена. То есть, схема, оказывается, потом я уже понял, схема, оказывается, какая. Ой, гуси такие классные. Схема, оказывается, простейшая. Те магнаты сельхозяйственные, которые на оптовке, они дают деньги заранее. И оговаривают цену. Например, они дают... Ну, не знаю, сколько там. Миллионов, несколько, наверное, деньги. Да, и говорят, мы заберем весь картофель по... Грубо говоря, 40 тенге. И вот, вот это будет тогда и моптовая цена. С ним-то рабочие-то, смотри-ка. Да, правильно, и вот эта дорога, она ведет... Да, сельхоз угодят там потом. Туда дальше. И домики все приличные. И дорога асфальтированная. Вот эта дорога идет на сельхоз угодья. А город мы не выйдем, а? Ну, попробуем. Ребята, вот речка такая же точно, если честно. Один в один. Но только мы ее не будем преодолевать. Эксперименты нам что-то какие-то опасные. Во-первых, мы не знаем, куда эта дорога дальше ведет. Выводит ли она на трассу. И мы поедем обратным путем. Все поезжаем. Да я пойду по другую речку. Ребята, мы преодолели. Представляете, такую бурную реку? Приора рулит. Вон собачка там купается. Ну, как дресслянка, в принципе, один в один. Ну, мы удивительно, только мы посмотрели, какой брод. Как говорится, не зная броду, мы не полезли в воду. Молодцы люди. Мне так нравятся они. Я не представляю, тут чистят зимой, какая тут обстановка. Тут можно проехать, нельзя. Ну, огромная сельхозбаза-то вот эта. И вы заехали в тупик, да? Угу. Или не в тупик, или вот сюда. Да. Надо было там дядяник спросить, как на трассу выехать. Да нет, вроде не сильно этот тупик-то. Тут даже... Это все казачье, или это уже походу делать? А как нам на трассу выехать, а? А это все казачье? Это нет, это Герасимовка. А, это уже Герасимовка. А мы с Казачьего заехали, все. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Мы там через речку, спасибо. Ребята, видите, как хорошо. Мы, оказывается, вам уже Герасимовку сейчас показываем. Мы хотели, кстати, в нее заехать. Они, оказывается, соединяются. Вот это мы открытие сделали. И что, как на трассу выехать? Фу, ну вот на трассу. А вот тут в Герасимовке, кто же она, как же она считалась? Двоюродная сестра моего папы, она была директором тоже школы. Видите, у нас тут мафия директоров была. Сейчас мы тогда или по Герасимовке, правда, мы тогда ехали, да? Ты права? Ага, они же похожи. Они абсолютно похожи, действительно, что Казачьи, что Герасимовка. Один в один. Герасимовка, только побольше. Да, двоюродная сестра моего папы здесь была директором школы долгое-долгое время. А мама моя была учительницей Данскому тоже очень долго. Да, все правильно, все один в один. Значит, мы не по Герасимовке ездили и искали сельхозпродукцию. По Герасимовке и наоборот. То есть, да, не по Казачьему, а по Герасимовке. И вот там в конце были корейские, 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 корейские поля. Я думаю, до конца нам ехать или не ехать? А там трасса. Нет, на трассу мы не попадем. Трасса в другой стороне. Маказин центральный. Какие огромные, оказывается, были директоры. Товарищи. Я там с городом. Каминокорска. Просто огромные, огромные. А Герасимовка. От слова Герасим. С Герасимом у нас ассоциируется только произведение. Ну, прошу, ну, кто написал? Тургенев. Молодец. Минчо себе. А Тургенев? Он был товарищем Белинского. И знаком с Гоголем. Герасимовка. Ну, огромная Герасимовка. Я бы в жизни не подумал. Ну, огромная Герасимовка, я бы в жизни не подумал. Ну, что-то я думала, что там. Нет, Наташа, а вот это уже конец? Кто-то разворачивается уже. Все, ты уже домой хочешь? Да. Ну, поехали, ладно, да. Вот это заключительные домики. Села Герасимовка. Там уже все, тупик. Там колхозные поля и начинается. Разворачивается. Словесный, не местный. Да, все, вот здесь мы разворачиваемся. Первый населенный пункт, где хоть есть обозначение улицы. Это улица Кунаева, оказывается. А мы, кстати, на Алаколе видели памятник, да? Где он умер. Правильно, Кунаев? Не помнишь? Ага. На Алаколе, да. Да. Огурцы написано. А много огурцей? Вот здесь показывает направо. Вот здесь. Вот здесь направо. Вот здесь направо. Здесь направо. Ну, он показывает, да. Не знаю. Нет, давай проедем по центральной. Направо, я согласен, мы тут выйдем. Но мы по центральной потом проедем улицы, давай. Да, та улица, это была центральная, где асфальтированная. Да. Ну, лучше там проедем. Все, товарищи, мечты сбываются. Видите, оказывается, мы через Казачьи попали в Чирасимовку. Это вообще чудо. Я никогда в жизни я не подумал бы, что они практически соединяются. Казачья даже не прекращается. Казачья медленно переходит. Казачья медленно переходит. По дорогу, наверное, здесь не будут ремонтировать никогда, да? Люди молодцы. Вот сюда показывала. Ты уже обратно едешь. Наташа волнуется, что я ее обратно привезу в Грисфианку. Я хочу посмотреть и школа, или вот эта школа и была. Вот это классная дорога. Да, конечно. Если она центральная только. Вот эта реклама на всех населенных пунктах нашей области. По крайней мере, хороший маркетинговый ход. По крайней мере, все населенные пункты, которые на расстоянии до 50 км. Одна и та же реклама антенн. Антенны, пульты. Реклама красивая. Герасимовка, а прудхоз мы проехали или нет? Ну ладно, возвращаться мы не будем. Даже если мы его проехали. КОНЕЦ Продолжение следует. Продолжение следует... Решение следует...